Этот момент с вакцинацией, который тоже совсем непростой, это убеждение, какое-то было резкое неприятие, мы не могли убедить, мы же говорим, что насильно никого, и трудно шло убеждение, и где-то своим примером, и даже была ситуация, доктор один где оставила, на территории Степнова я вакцинировалась, спутник, и мне доктор один отговаривал, я подхожу к лицу, он говорит, зачем вы идете? Там не надо ставить прививку, все, и такие моменты были, но тем не менее, сегодня район пытается все-таки, и учитывает каждого человека, чтобы вакцинировалась, убеждает, ну и справляется, насколько знаю, Наталья Юрьевна, она добавит, что сегодня происходит, чтобы, я знаю, проходят, как и было заложено у нас. Да, что вы у нас проходите еженедельно, один раз в неделю по понедельникам, мы заслушиваем информацию и от благ сельских советов, и от нашей районной больницы номер 2, и от Степновского участкового больницы. Что хотелось бы сказать, на сегодняшний день процент вакцинированного населения по Назаровскому доходит приближать от 60%, это чуть выше, чем краевой показатель, то есть в этом случае у нас очень тесно идет взаимосвязь между сельским советом и больницей. То есть у нас сельские советы берут на себя обязательства, даже мы, если маленькие населенные пункты, где отсутствуют факты, и просто у нас, ну как знаете, у всех недостаток медицинского персонала, у нас есть, к примеру, фельдшер, который обслуживает не один населенный пункт, а два или три, и тут подключаются главы сельских советов, они дают свой автотранспорт, садится заместитель главы, который конкретно занимается с населением и отвечает за социальную работу, проезжает по каждому дому и предлагает, то есть они ездят сразу с сумками с вакциной, то есть сразу же пытаются это все посмотреть, осмотреть человека, да, и кто действительно желает, желание проявляет, тем самым образом вакцинируется. У нас в некоторых населенных пунктах вакцинация уже доходит и 90%, то есть таким образом мы пытаемся закрыть эту проблему, ну, вакцинация у нас тут немножечко подросла, и с тем, что действительно мы тоже видим QR-ходы для посещения культурных учреждений и мероприятий, которые там проходят, но точно молодежь у нас, сами прекрасно понимаете, если они ездят какие-то в торгово-развлекательные центры, тоже нельзя без QR-кода, поэтому здесь немножечко увеличивается процент вакцинации, мы над этим работаем. То есть сейчас уже идет ревакцинация, и не так давно было в ИКС Министерством здравоохранения, где уже вводят вакцину для подростков от 13 до 16 лет, если я не ошибусь, так сказать. У нас в Красноярском крае она еще пока отсутствует, но уже идет подготовительная работа для вакцинации этих слоев населения. Наталья Юрьевна, продолжение этой же темы. Процент вакцинации в поселке Степной, где были проблемы с этим? Сколько с этим? Я вам сейчас точно не скажу по Степной, потому что ситуация только по Назаровскому, но там у нас небольшая проблема есть. Зао Назаровскому, как знаете, посолок Степной, это сельхозпредприятие, где действительно в самом начале, когда была вакцина, практически ни один работник сельского хозяйства ее не поставили. Сейчас работа ведется в этом направлении. Ну вот подвижки есть, но подвижки-то и зависят от того, что Министерством сельского хозяйства было принято решение о приостановке каких-то субсидий, которые не получают за счет кровавого бюджета, пока они не достигнут 80% вакцинации их работников. Поэтому у нас и Сибиряк активно вакцинируется, и ЗАО Назаровска в том числе. Наверное, я скажу свою точку зрения, популярна она или нет, дело не в этом. Для меня применение QR-кода, допустим, не несет какой-то нагрузки, потому что вакцинация пройдена, и более того, я в Назаровском районе в ближайшие дни буду ревакцинацию проходить у себя в Назаровском районе. Да, QR-код представляешь, все. Но важно, что сейчас были услышаны те мнения, что он будет выдаваться не только тем, кто провакцинировался, но и тем, кто переболел и имеет высокие наличия антител. Будет выдаваться тому, рассматриваться, кто не может по медицинским показателям вакцинироваться. Вот когда все эти вопросы будут решены, я думаю, нам все равно, потому что речь идет о будущем, и мы видим, вот, омикрон, да, сначала, омикрон, штамм, ой, он несложный, он вроде легче, люди переносят. Тем не менее, вот уже со всего мира, да, пошли первый смертный случай, второй. К сожалению, мы еще не можем победить болезнь какими-то другими путями лекарства, чтобы просто не заболеть, не только единственный способ это вакцинироваться, но и соблюдать какие-то ограничения, которые существуют. Вот вчера на сессии законодательного собрания выступал и представлял железную дорогу руководитель новой Красноярской железной дороги, в том числе депутат, один из депутатов, задал ему вопрос, как вы относитесь к применению QR-кодов на транспорте, он сказал, если это, ну, в частности, на железной дороге. Но что он сказал, если это касается здоровья нации, то мы, да, пойдем на это, будем внедрять то, что будет необходимо, чтобы было, но тем не менее, это надо будет применять, если это будет важно для здоровья.